Прям по свежим фигурам. Какие ощущения? Легко так на душе стало, просто замечательно. Почему решил? Потому что в душе каждый верит в Бога. Именно хотел причащение, пройти это все, познать, как оно происходит, и быть всегда с Господом Богом. Постоянно на задаче. И вот Бог привел меня к этому, чтобы быть всегда с Богом. Но в боях как участвовал? Да, в боях участвовал. 6-7 уколов на задаче. Имею контузию, ухо одно вообще не слышишься. Все хорошо. Как пришло это вообще осознание, что стоит, чтобы сделать? Присутствие Бога ты вообще ощущаешь в этом? Да, конечно, ощущаю. Как легко вообще стало дышать, и люди как бы вместе свежие кладу не идут там. Очень хорошо. Петра, который тоже был воином. Мы знаем историю, что это были 40 воинов отборные, притарианцы. Они отказались принести жертвы идолам. И мучитель, так как казнить их не мог, как это притарианцы, он их решил заставить. Он их загнал по пояс в холодную воду. И они 40 воинов стояли по поясу в ледяной воде, а на берегу он растопил баню. Кто хотел, уже все соглашался, шел в баню, грелся. Потом поклонялся идолам и снова становился в строй. Они все 40 стояли, как сказано, уже полуживые. И венцы с неба стали на них сходить. Мученические венцы с неба. Озарился светом, лед начал таять. Они спасителя увидели. И 40 воин, вот казалось бы, его тут как раз в нашей жизни не выдержал уже больше. И выскочил из берега, побежал к бане и на пороге умер. И 40 венец начал отходить в небо. А 39 на него спускались. И воины, которые стерегли их на берегу, он при этом стал в славном видении, скинул с себя латы, забежал в воду и сказал, я тоже христианин. И 40 венец, который отходил в небо, резко опустился на 40, вот так восполнил самому 40-му ученику севастийским. Поэтому такая вот история с 40-м учеником. Все знают, 23 марта всех празднуем. Джаворонков, причем это как начало весны считалось их всегда. И духовная вот, ну вот он будет носить очень великие святые люди, духовники. Дорогая Марина, сегодня очень такое важное событие для всех православных произошло. Мы на фронте крестили воина Петра. И кулич, который вот Марина приготовила своими руками, вот сегодня он будет таким вот праздничным подарком для нашего защитника. Передаем от вас. Христос воскресе! Спасибо вам большое.